Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио, Алексей Орлов. Сегодня мы будем говорить про здоровый позвоночник как основу активного долголетия с Александром Волосковым. Александр – инструктор по йоге, ведическим славянским практикам, практикам дыхания, и занимается он в качестве преподавателя этим направлением уже 15 лет. Здравия тебе, Александр! Здравия всем! Приветствую здесь вас! Итак, 15 лет – срок уже достаточно большой. Я думаю, что ты для себя выработал определенную методику и преподавания, и вообще занятия с людьми. Но, наверное, надо все-таки уточнить, каким образом ты пришел к этим практикам, что тебя сподвигло, и почему ты стал заниматься йогой, славянскими практиками. Еще я знаю, что ты занимаешься этим всем в такой конве, называемой «здравушка». Вот давай теперь подробно о себе, как ты докатился до жизни такой, и почему ты стал этим заниматься. Ну, действительно, для меня это такой неожиданный поворот судьбы, и сподвигло меня на это, ну, в общем-то, как может быть и многих других, которые открыли что-то в себе, в жизни, обстоятельства. То есть так получилось, что к 18 годам у меня начались серьезные проблемы с позвоночником, хотя начались они раньше, то есть там были и родовые травмы, и в детстве много было разных таких происшествий. И так получилось, что к 18 годам состояние мое было такое, что врачи отказались что-либо делать, у меня простреливало поясницу, отнимались ноги, и я мог где-то идти, потом упасть, и просто было больно дышать. Когда сделали рентген, то увидели, что там крестец вот так вот стоит чуть-чуть боком, весь позвоночник кривой, шея во многих местах тоже смещена, и понятно, что официальная медицина отказалась. Мне сказали, что, ну, пока ты молодой, тебе еще 18 лет, тем более, что я тогда спортом занимался, активный образ жизни, ну, до 30 лет ты походишь, ну, а потом уже старость. То есть можно ходить с палочкой, ничего там страшного нет. Понятно, что сложно было согласиться с этим диагнозом, и тогда начался путь исцеления уже, ну, с помощью каких-то других методов, и действительно много было пройдено всего, и докторов, и целителей, и мануальных терапевтов, костоправов. И занимался я сам разными системами, по системе дикуля занимался, но в целом, то есть это временный эффект давало, но в целом состояние к 27 годам у меня было такое, что было больно все, было больно всегда, в любом положении, и я понимал, что если дальше так пойдет, то, ну, действительно, годам в 30, может быть, я уже и не буду ходить. И вот в таком примерно состоянии мне стал открываться совершенно другой путь, может быть, от вот этой безвыходности, потому что я действительно уже приложил все усилия, которые мог, они не сработали, а добавить к этому мне было нечего. И это дало открытость, какую-то внутреннюю сдачу к тому, чего я еще не знаю, о чем я еще не ведаю. И вот это вот неведомое, оно стало раскрываться, причем прямо через боль, прямо через болезнь. И вот сама боль, она начала раскрывать себя, раскрывать в движениях, раскрывать в дыхании, раскрывать в самом переживании, потому что там, ну, по сути, в самой боли, там, ну, боль — это сигнал тела, и он сигналит о чем-то. И когда я начал эти сигналы выслушивать, то боль стала раскрывать себя, а там очень много ощущений сжатых в теле, очень много эмоций, не пережитых там с детства, с внутриутробного периода, какие-то родовые истории начали скрываться таким образом. И впоследствии, когда я уже это изучал, ну так, методологически, я просто понимал, что вот те движения, которые рождались изнутри, они все имеют название. В йоге, в славянских практиках я их встречал. И тогда мне стало понятно, что это все, ну, как части одного целого. И возникло желание, ну, во-первых, для меня это было как чудо исцеления, потому что где-то за полгода вот такой практики глубокой, состояние восстановилось до того, что, ну, я в 18 лет себя так не чувствовал. То есть огромная появилась свобода, огромная радость, чувствование движений, вкуса жизни. И когда я поделился своим опытом на одном из семинаров, ну, на который я тогда ходил, потому что мне интересно было изучать и оздоровительные практики, и саморазвитие. Я поделился своим опытом, меня сразу пригласили в три города, хотя я никогда не планировал быть тренером, для меня это была полная неожиданность, но тем не менее люди собрались, и это началось. Это началось, и это продолжается до сих пор. Сейчас это уже такая стройная система, которая включает в себя и упражнения целительной практики, которую мы назвали «Здравушка», именно из-за сочетания самых простых, самых эффективных форм из йоги, славянских практик, из специального дыхания. Но также это вообще, можно сказать, это новая жизнь, потому что если брать физическое тело, то это упражнение, это питание, это очищение организма, это здоровые привычки, как образ жизни, которые становятся естественными. Также на уровне эмоций, на уровне чувств, то, что называется психосоматикой, потому что, опять же, все физические проблемы, они имеют более глубокие корни, и если с этими причинами не работать, то внешнее вот это физическое лечение, оно не будет иметь смысла. И также это, в общем-то, духовный путь, потому что здоровье — это духовный опыт, и это познание себя, это раскрытие своей истинной природы, то, что мы называем душой или своей высшей природой. И когда вот это всё соединяется вместе, вот это и есть настоящее здоровье, это и есть настоящее исцеление, в котором есть слово «цельность». Вот цельность — это как раз единство, единство всех вот этих аспектов сторон жизни. Вот примерно такой путь, к которому меня привела своя собственная болезнь, поэтому этот путь пройденный, причём неоднократно, потому что в силу характера своего я несколько раз ломался, травмировался до состояния того, что мне приходилось учиться ползать, потом учиться ходить, потом опять двигаться, потом очередной какой-то… Ну, то есть несколько было таких моментов, когда приходилось всё начинать с нуля. Поэтому путь пройденный много раз, многогранно, и, в общем-то, благодаря этому сейчас так легко и, во-первых, понимать людей, чувствовать людей, которые в таком же состоянии оказываются, как я какое-то время назад. И очень легко передавать эти знания, потому что это действительно такой прочувствованный прошлый опыт. То есть лёгких путей ты не искал? Да. Получается так. Хорошо. Вывод какой можно сделать, что те упражнения, которые ты показываешь другим людям, они так или иначе проверены на практике, а не просто так какая-то догма, которая тобой получена от кого-то из гуру. Хорошо. У нас сейчас самые какие распространённые заболевания, на мой взгляд, а ты, я не знаю, подтвердишь или опровергнешь, а может быть, дополнишь. Очень часто я встречаю людей, у которых межпозвонковые грыжи. То есть они не могут нормально двигаться, передвигаться, они не могут даже нормально дышать иногда. Естественно, что на земле, когда они приезжают, они в лучшем случае вылезают из машины, как инвалиды, добираются до какого-то уютного кресла, садятся и созерцают природу. Всё. Ни грядки, ни травка, ни походы в лес. Может быть, их интересует, но они не могут быть воплощены. Второе – это какие-то искривления, которые или от того, что люди неправильно сидят в школе, например, или много сидят. Ну и ещё более распространённые – это какие-то травмы, которые люди получают. Вот, наверное, всё это, так или иначе, здравушка захватывает. Хватывает и даёт какие-то варианты исцеления. Давай перейдём теперь, как быть человеку, который или с детства имеет какие-то сколиозы, искривление позвоночника, или какие-то у него травмы, о чём ты рассказывал, или межпозвонковые грыжи. Как ему начать себя приводить в порядок, как становиться опять человеком полноценным? Ну, для начала нужно понять, что всё, что ты перечислил, это, в общем-то, проявление одних и тех же причин. И вот эти причины, они начались, опять же, не вчера, не позавчера. И даже травмы, если человек получает, то это уже следствие всё равно каких-то причин. И если брать физический уровень, то почему происходит грыжа, почему искривление там? Ну, грыжа – это уже достаточно такая запущенная стадия. Там есть ещё остеопороз, когда уже суставы разрушаются, кости, да, есть артрозы, когда суставы, то есть остеопороз – это кости, артроз – суставы. Есть более мягкие варианты, не такие запущенные протрузы. Есть просто остеохондроз, который переводится как деградация соединительной ткани позвоночника. И вот причина вот этих всех проблем, и даже в том числе и травм. Если брать физический уровень, то это мышечный спазм. То есть мышечный спазм, причём глубоких мышц, когда вот два позвонка соединены короткими мышцами, которые образуют мышечное кольцо. Эти мышцы глубоко находятся, они под слоем вот этих вот внешних мышц, поэтому до туда сложно добраться, даже массажем, потому что ну просто не продавить. До туда можно добраться изнутри, через особые движения, через вибрации, через внимание, собственно говоря, то, чем и занимается целительная практика, здравушка. И в норме вот эти мышцы, которые окружают диск межпозвонковый, они должны, во-первых, поддерживать позвоночник, то есть выстроено именно вокруг оси, вдоль оси. И, во-вторых, они должны питать уже сам диск межпозвонковый. И потому что в межпозвонковом диске нет кровеносных сосудов. Он регенерирует, опять же, у нас физическое тело, оно постоянно разрушается за счёт тремя, за счёт движения, то есть постоянно происходит износ вот этих вот поверхностей, которые трутся. Но в нашем теле заложен механизм регенерации. И вот эта регенерация, она в любом возрасте происходит. Это пока тело живое, даже после смерти какое-то время растут волосы и ногти. Это научно доказанный факт. И в норме, опять же, вот эта степень износа и степень регенерации, они уравновешиваются, и тело, оно остаётся молодым и здоровым. Но если происходит блокировка, а блокировка происходит именно на уровне вот этих глубоких мышц, тогда эти мышцы, они уже не поддерживают позвоночник в таком своём выстроенном состоянии, и они не могут обеспечить питание дисков, связок и уже более глубоких структур позвоночника. И тогда эти структуры, диски, суставы, они начинают разрушаться. Вначале там это какие-то лёгкие, ну просто остеохондроз, потом начинаются там протрузии, потом грыжи. И искривления, как врождённые, как бы, врождённые или приобретённые, они имеют ту же природу, потому что, опять же, именно эти короткие мышцы, они либо держат позвоночник прямой, либо они его искривляют. Потому что где-то с одной стороны происходит спазм, с другой стороны эта мышца, она теряет свой тонус, и, соответственно, вот эти же короткие мышцы, которые должны вроде бы поддерживать ось, они начинают позвоночник искривлять. Но это только на физическом уровне, потому что, опять же, я говорил, что суть, ну как бы причина, то есть физический уровень от следствия, причина, она находится в сознании, она находится в неком внутреннем конфликте по отношению к жизни, по отношению к себе. Этот конфликт мы чаще всего не замечаем и игнорируем, но на бессознательном уровне он есть, и для того, чтобы его не замечать, для того, чтобы его как-то избегать, нам нужно сильно напрячься. Сам этот конфликт вызывает напряжение внутреннее, которое уже потом, как следствие, формирует мышечный спазм. И вот такое конфликтное восприятие, оно вызывает конфликтные реакции, конфликтные решения, которые приводят к конфликтным каким-то ситуациям, и в том числе к травмам. То есть почему я так говорю? Потому что я этот путь прошел сам, то есть у меня были и искривления, у меня были и травмы. Ну, до грыж не дошло, потому что все-таки 18 лет это было. Но серьезные смещения и как бы утончение дисков, оно было. И были очень сильные миозиты, то есть это воспаление самой мышечной ткани, которые там не снимались даже прямыми новокаиновыми уколами. И вот это состояние внутреннего конфликта, которое было тогда, которое привело уже и к цепочке событийной, и к блокировке мышечной, физической, является причиной вот этих всех диагнозов. А диагнозы — это уже просто степень, насколько тело разрушилось, насколько позвоночник разрушился, диск разрушился. И для того, чтобы исцелить это все, нам нужно просто снять блокировку, то есть снять этот зажим мышечный, глубокий. Причем, опять же, не просто на физическом уровне, а на уровне внутреннего восприятия, на уровне сознания, на уровне эмоций, которые где-то там подавлены, зажаты, и мы это носим в себе. И тогда мы создаем условия для того, чтобы регенерация начала проистекать с той скоростью, с которой нужна для восстановления. И по сути вот этим занимается целительная практика, и поэтому я все время говорю, что мы не изучаем упражнения, мы не изучаем какие-то формы. Мы работаем здесь с внутренним движением, потому что нам надо именно внутри снять этот блок, активировать внутренние мышцы, запустить этот процесс, чтобы энергии свободно текли, чтобы кровоток восстановить вот в эти вот пораженные участки. И тогда уже сама природа, то есть исцеляет природу, исцеляем не мы, потому что опять же нас природа создала, и природа нас создала здоровыми. И вот эта целительная сила природы, она огромна. И просто нужно сделать со своей стороны некоторые усилия правильные для того, чтобы этот процесс запустился. Что такое вообще внутреннее движение? Внутреннее движение, оно состоит из трёх основных ключей. Три основных ключа — внутреннее движение. То есть это именно основа целительной практики. И в целом нужно понимать, что это не механика, это не какие-то упражнения, которые можно внешне посмотреть и попробовать скопировать. Это процесс глубокого осознавания себя, глубокого осознавания и чувствования тела. И что мы делаем внешне? Внешне мы делаем всего три простые вещи. Первое — это подтягивание. То есть, опять же, всё гениально и просто. Там посмотрели на животных. Они, что они делают? Они тянутся. Тянутся так, что мы понимаем, надо иногда самим завидно становиться. Утром мы просыпаемся, и если мы хорошо отдохнули, то мы начинаем сладко подтягиваться. То есть вот это вот подтягивание, как ощущение, как усилие мышц, оно знакомо всем. И именно вот это подтягивание внутреннее, оно включает глубокие скелетные мышцы, и только таким образом можно до них достать, до них дотянуться. То есть первый навык, который нам нужно освоить в целительной практике, нам нужно научиться подтягиваться изнутри, так, чтобы вот это подтягивание выстраивало ось позвоночника. И нам нужно научиться подтягиваться именно теми участками, теми частями позвоночника, частями тела, которые зажаты, которые заблокированы. То есть нам нужно подтягивание, достать вот до вот этих блоков. Опять же, это нельзя сделать искусственно, внешне, чисто механически. То есть это нужно чувствовать. Поэтому вот я и говорю, что целительная практика — это глубокая осознанность, это присутствие в теле. Её нельзя делать, ну, думая о чём-то. То есть нужно быть внутри. Второй, опять же, момент, он тоже для всех естественный. И вот когда мы подтягиваемся там с утра или где-то на работе, там засиделись, подтягиваемся, то второе, что хочется сделать, это зевнуть. Вот что такое зевота? Зевота — это рефлекторный глубокий вдох. И когда телу не хватает энергии, не хватает дыхания, не хватает кислорода, оно тогда начинает зевать. И через вот эту зевоту оно рефлекторно пытается вдохнуть вот эту невостающую энергию куда-то в какую-то часть организма. И поэтому второй ключ целительной практики — это дыхание. Глубокое дыхание, максимально глубокое дыхание. Причём нам нужно научиться чувствовать ощущение вдоха так, чтобы оно, опять же, доставало до какого-то блока. То есть это, опять же, полностью осознанное, полностью присутствие, полностью такое присутствие в теле. И если вытяжение, оно включает как раз вот эти короткие мышцы, глубокие, зажатые, которые должны включиться, активироваться, выстраивать ось позвоночника и поддерживать позвоночник в выстроенном состоянии. И эти мышцы, они должны питать уже сам диск, чтобы он регенерировал. То дыхание, в свою очередь, оно даёт энергию. То есть именно вот эту энергетическую составляющую, потому что невозможно на физическом уровне запустить процесс исцеления, регенерации, если не восстановился энерготок. То есть вначале это течение энергии. Опять же, живое от неживого отличает только наличие энергии. В живом они присутствуют, а в неживом вроде бы те же белки, те же аминокислоты, всё то же самое, но нет энергии. Поэтому нам важно дать энергию, а энергия — это дыхание. И поэтому это второй такой ключ и второй важнейший навык. Нам нужно научиться чувствовать дыхание, нам нужно научиться дышать глубоко, так, чтобы включались межрёберные косые мышцы, чтобы работала диафрагма, чтобы работали все отделы лёгких. То есть нам нужно как бы реанимировать вот этот механизм и начать его чувствовать. И третий ключ — это так называемые микродвижения или вибрации. Опять же, внутренние микродвижения для того, чтобы вот если блок, вот, например, два позвонка, они зажаты, зажаты мышцами, они где-то уже сместились, истончилось там межпозвонковое расстояние, там грыжа или протрузия. И это всё как бы стементировалось в то, что мы называем блоком. И там нет движения в этом блоке. Если нет движения, то жизнь, она не может туда проникнуть, то есть не может начаться процесс регенерации. И нам нужно дать микродвижения прямо внутри этого блока. Причём эти движения, они должны быть очень дозированные. То есть это именно микродвижения, чтобы там начался вот этот процесс микроциркуляции, микроциркуляции крови, синавиальной жидкости, микроциркуляции энергии вот в этом участке именно. Но чтобы эти движения не были чрезмерными, чтобы они не были травмирующими. И опять же, это то, что мы можем только почувствовать. То есть это нельзя, ну, как бы сделать механически. То есть целительная практика — это опыт переживания себя. И в этом опыте боль, физическая боль, она является самым главным учителем, потому что именно физическая боль, она подсказывает, как именно тебе двигаться, как именно дышать, подтягиваться и давать вот эти вибрации. Вот ещё пару слов про боль хочу сказать, потому что, опять же, в таком общепринятом восприятии боль считается чем-то негативным. И когда люди ко мне приходят, самый распространённый вопрос, проблемы, желание — это избавиться от боли. То есть куда-то её деть, куда-то её выкинуть. Но смотрите, ведь наше тело, оно создано таким, чтобы чувствовать боль. И что такое боль? Это сигнальная система. Это сигнал, который тебе говорит о том, что где-то происходит разрушение, где-то проблема. И сигнал, любой сигнал, он существует для того, чтобы привлечь внимание. И целительная практика, она не борется с болью. Это вообще не путь борьбы, не путь борьбы с болезнью. Это цельность, это исцеление. И к боли нужно прислушиваться, с болью начинать взаимодействовать. И по сути, боль — это наш лучший хранитель, потому что только благодаря боли мы ещё живём и сохраняем себя. И наш лучший учитель, потому что боль чётко подсказывает вот эту дозировку. А дозировка, она важна, потому что с одной стороны нам нужно включить мышцы, нам нужно до туда добраться, нам нужно дать вот эти микродвижения, иначе ничего не будет. Но с другой стороны, важно чётко это дозировать, чтобы не было чрезмерной нагрузки. По сути, это некий баланс такой вот, умение балансировать вот на грани, чувствовать эту грань. И обучение, освоение вот этой методики, вот этой целительной практики, это как раз и есть обретение способности чувствовать вот чётко вот эту дозировку. Тогда мы сами себе становимся целителями. И то, как мы можем исцелить себя сами, не может исцелить ни один врач, ни один доктор, ни один целитель, потому что никто, кроме тебя, не зайдёт внутрь тела, не включит мышцы, не расправит, не запустит поток энергии. Вот примерно такая основа. Ну, не знаю, если сейчас перейти к практике, может это показать несколько простых движений, как ты думаешь? Да, я думаю, что лучше всего показать несколько простых движений, чтобы стало понятно нашим зрителям о том, каким способом прийти к здоровью своему. Хорошо. Тогда я сейчас покажу несколько движений. Они, на самом деле, вообще я начинаю с самых простых вещей. И что мы сейчас будем делать? Это мы попробуем научиться правильно стоять, правильно ходить, потому что... И правильно сидеть, кстати. Потому что мы большую часть времени, ну, такого активного, да, когда мы не лежим, а когда мы что-то активно делаем. То есть мы либо стоим, либо ходим, либо сидим. И вот эти движения, они важны, чтобы они были целительной практикой. Не источником проблем, да, как вот говорят, что от сидячей жизни проблема, а именно, чтобы сидение, оно уже было практикой. Ну, для начала мы попробуем освоить правильное стояние, такое целительное стояние. И чтобы было проще, мы используем стеночку сзади. Ну, то есть какая-то поверхность, на которую можно было опереться спиной, прижаться и выстроить пост позвоночника. Мы становимся так, чтобы ноги были чуть шире плеч, и мыски обращены вовнутрь. Это важный такой момент, я потом расскажу. Почему это? И у нас, получается, прижимаются пятки, прижимается крестец, прижимаются плечи, прижимается затылок к стене. Теперь мы подтягиваем живот, и за счет живота мы стараемся поясничку максимально прижать к стене. Но она не прижмется полностью, но мы стараемся максимально за счет живота. Автоматически поднимается грудная клетка вверх, и за счет того, что мы подбородок так же прижимаем к себе, у нас расправляется шея вдоль стены. И макушкой мы в этом положении начинаем тянуться вверх изнутри, таким образом, вытягивая позвоночник, выстраивая то, что я говорил, первый ключ целительной практики это вытяжение. Итак, мы становимся, прижимаемся пятками, крестцом, плечами, затылком, живот подтянут, старается поясница прижаться к стене, грудная клетка поднята, подбородчик к себе, макушка тянется вверх, ладошки мы вот так вот разворачиваем и тоже прижимаем к стене. Вот она, такая форма, которая включает глубокие скелетные мышцы, выстраивает тость позвоночника и в общем-то это достаточно мощная нагрузка на глубокие мышцы, которые у многих, возможно, в таком состоянии, у многих они вообще атрофированы, поэтому это непривычно и вроде бы внешне просто, но внутри для многих это будет сложно, но опять же лучше здесь начинать с простых шагов. Значит, дальше, чтобы еще до включить эти мышцы, мы делаем такое вот дыхание, то есть со вдохом мы подтягиваем низ живота, еще больше прижимаем подбородок и на вдохе тянемся макушкой, прям сильно вытягиваемся вдоль оси позвоночника, на выдохе расслабляемся. Получается такое вот дыхание. Вдох, потянулись, выдох, расслабились. Вдох, потянулись, прижались, прям распластались до стенки, выдох, расслабились. Еще раз, вдох, потянулись, выдох, расслабились. В принципе, мышцы уже включились, уже, я думаю, вы можете почувствовать, насколько это глубоко и мощно работает. Можно еще добавить это вот таким вот вытяжением рук, когда мы на вдохе потянулись еще и руками вдоль стеночки. На выдохе мы руки вот так вот вдоль стенки опускаем ладошками вверх и вот таким вот образом выстраиваемся вдоль оси позвоночника. Вот, теперь можно лейти от стенки, встряхнуть плечами, встряхнуть ногами и теперь то же самое попробуем без стенки. То есть просто становимся, ноги чуть шире плеч, мышцы обращены вовнутрь. Почему это важно? Потому что крестец, такой перекресток, это очень важная часть вообще скелета, да, это опора позвоночника, вот крестец должен работать. И когда мы немножко разворачиваем пятки наружу, то подвздошные кости, они чуть-чуть приоткрываются, высвобождая крестец. То есть крестец раскрывается, по нему начинают течь энергии, начинают работать глубокие мышцы, связки именно крестца и происходит там процесс регенерации и омоложения. Ну и также, опять же, вот любая целительная практика и любая боевая система, это на самом деле одно и то же просто разница в степени воздействия. И я думаю, что вы не знаете ни одной боевой системы, где была бы вот такая стойка. То есть она полностью открытая, полностью она не мобильная и не устойчивая. То есть вот есть такие стойки, вот. Поэтому у нас мысочки чуть-чуть внутрь, коленки вот так вот проверяем, чтобы они ходили четко над стопами, чтобы была вот такая свобода, чтобы никуда не перекашивалась, ни сюда, ни сюда, никуда. То есть вот ноги работают, они подвижны, пружинка такая устойчивая. Здесь живот подтягиваем, грудная клетка вверх, подбородок себя, макушка тянется вдоль оси позвоночника, разворачиваем ладошки и вот так вот тянемся. И вот это вытяжение, оно не просто макушкой, то есть за счет разворота пяток у меня получается, я пятками тянусь как бы ввинчиваясь в землю из крестца. То есть я из ног, вот у кого проблемы вот с этой частью, крестец, козобедрение сустава, колени, ноги, то есть проблемы с ногами, они идут отсюда, потому что ноги это периферия по отношению к телу. И вот здесь вот идет как раз такой узел, который соединяет ноги с телом. Поэтому если мы не исцелим поясницу, не восстановим крестец, то проблемы с ногами, они все равно будут. То есть их бесполезно лечить, потому что это следствие. То же самое руки, они вот отсюда. То есть вот холка, это тоже подчак напряжения, и уже отсюда идет иннервация и снабжение, питание рук и, собственно говоря, все проблемы с руками. То есть для того, чтобы нам исцелить ноги, нам важно вот здесь вот наладить связь. Для того, чтобы исцелить руки, нам нужно, чтобы вот здесь вот свободно текли энергии и был выстроен позвоночник. Вот она такая вот форма со спины. То есть мы ввинчиваемся пятками в землю, вытягиваем изнутри ноги и из крестца прямо такое вытяжение. Макушкой тянемся вверх, а за счет вот такого вот разворота рук, тоже как бы мизинцами ввинчиваясь туда, мы выстраиваем вот этот отдел, потому что лопаточки прижимаются, начинают поддерживать грудной отдел позвоночника. А за счет подтягивания подбородка, вот я сейчас профиль покажу, то есть я просто стою, это вот так. А если я подтягиваю подбородок, у меня автоматически грудь поднимается, и выстраивается вот этот вот шейный отдел. То есть все отделы позвоночника должны быть выстроены, и это такое вот целительное стояние. Можно вот так стоять в метро, ну, то есть вот так, конечно, ну, или транспорт в городском, да, я просто в Москве живу, у нас в метро. Вот, я стою вот так, то есть не вот совсем так вот выворачивая руки, ну, достаточно просто выстроить ось для того, чтобы стоять, и вот это стояние, оно будет тогда не угнетать тело, не угнетать поясницу, а наоборот, выстраивать и исцелять. На начальном этапе, так как, ну, может быть сложно, то есть непривычные мышцы включаются, и нужно их перегружать. То есть здесь нужно понимать, что мы, в общем-то, реанимируем какие-то мышцы, атрофированные позвоночника. То достаточно, например, раз в полчаса просто вот так вот становиться, или так, или дорабатывать ладонями, довключать плечи, лопатки, ну, буквально на две минуты. Вот этого будет достаточно, или хотя бы на минуту. Вот этого уже будет достаточно для того, чтобы процесс запустился. Значит, теперь как сидеть. Вот, я специально готовил стул. Сразу хочу сказать, что стул – это инвалидное кресло, и со стульев лучше слезать по максимуму. Потому что это неестественно. Если вы вспомните себя детьми, то нам очень сложно было сидеть на стуле, усадить себя на стул. Нам хотелось как-то ногу так поставить или так. И вот если вы хотите действительно здоровья, действительно такого восстановления, исцеления, естественно, чтобы потом не поддерживать здоровье, а именно чтобы здоровье поддерживало нас, то со стульев надо слезать. Нужно слезать в какие-то другие движения, ну, я их тоже показываю. Но если всё-таки вы сидите, то само сидение, оно может быть целительной практикой. И здесь то же самое. То есть мы садимся, самое главное так, что у нас копчик оторван. То есть мы сели, копчик оторван, мы не нажимаем на него. И у нас вся нагрузка идёт на бёдра, на ягодицы, на таз. И ноги, в принципе, хорошо, когда они вот так вот находятся. Но это не обязательно. Они могут и так быть, и так. Потому что ноги нас здесь не поддерживают. То есть вся нагрузка идёт на тазовые, на вот эти вот мышцы и кости. И тогда мы начинаем выстраивать от низа живота. Здесь очень важно включить низ живота, прям подтянуть его максимально. Тогда у нас выстраивается поясница. Тогда грудная клетка опять же поднимается, расширяется. За счёт подбородка мы включаем и выстраиваем шею. Макушкой тянемся вверх. И вот таким образом мы выстраиваем порт позвоночника сидя. И то же самое дыхание можно делать. То есть вдох, низ живота поджимаем. Грудная клетка поднимается, подбородчик сидя, макушки потянулись. Выдох, расслабились. Вдох. Потянулись. Выдох, расслабились. Вдох. Потянулись. И прямо вот можно дотягиваться. Вот то, что я говорил, микродвижения, микровибрации. То есть я не просто потянулся, а я ещё чувствую, где, какой зажим, где, какой блок в теле. Я вот этим блоком ещё дотягиваюсь и даю вот это микродвижение. То есть его нужно чувствовать. Опять же, то есть то, что я говорил с самого начала, что целительная практика – это глубокая осознанность тела. И обучаемся мы не каким-то упражнениям, а мы обучаемся чувствовать тело очень глубоко. Прямо вниманием идти внутрь блоков, внутрь этих напряжений, внутрь боли. Прямо до центра боли, до самой вот её секцией, до самой глубины. Чтобы вот как бы соединиться вот с этим зарядом. Это может быть эмоциональный заряд какой-то или какая-то болезненная история из прошлого. Вот чтобы с этим корнем, да, с этим зарядом соединиться и отпустить вот этот внутренний конфликт, вот эту борьбу внутреннюю. И таким образом боль, она становится не чем-то отдельным от нас, что мы стараемся куда-то юдеть, а мы наоборот с ней соединяемся. Боль раскрывается вот в этом внимании, вот в этой осознанности, рассказывает свою историю. То, что там было не пережито, оно переживается заново, до конца себя она исчерпывает и становится не больно. Вот это называется исцеление. То есть это исцеление, в первую очередь, внимания. А для того, чтобы это внимание направить в тело, мы используем разные формы, вот в том числе и такие простые. То есть сидим, то же самое за рулём. То есть за рулём, когда мы сидим, важно чуть-чуть, может быть, поближе придвинуть кресло, сесть вот так вот поглубже, туда прямо к спинке, спинку поставить чуть-чуть вертикальнее, и так, чтобы нам не тянуться за рулём. Потому что обычно мы сидим за рулём вот так вот. Вот так вот сели, и вот так тянемся, и у нас вот поясница выключена, здесь шея зажата, то есть у нас такой вот шейный щелезлон получается, и вот так вот рулим. Ну это часто, это когда-то я видел водительская посадка. Как правильно? То есть это когда, ну вот здесь у меня спинка не откидывается, ну допустим, вот я немножко сел, вот так. И достаточно опять же, например, на светофоре встали, то же самое, живот подтягиваем, вдох, грудная клетка вверх, побольше себя, макушкой тянемся. Вот я за руль держусь, да, вот он где-то здесь должен быть. Выдох, ну и расслабиться. Несколько вот таких вот движений внутренних, да, дыхания, подтягивания, там, зелёный свет загорелся, включили скорость, поехали. Вот таким образом мы можем себя исцелять, уже начать вот этот путь исцеления простыми такими формами, что именно стоять, сидеть, причём время от времени, не нужно всё время вот так вот сидеть, достаточно раз в полчаса просто вот так вот выстраиваться, включать мышцы, давать дыхание, давать вот эти микровибрации, потом расслабляться, ну и сидеть обычно. Вот, теперь как ходить. То есть есть такая древнеславянская походка, которая называется «Волчий шаг или бег по облакам». Суть её очень простая. Когда мы выстроили опять же тело, вот во время стояния, то тогда вот в этом выстроенном состоянии, подтянутый живот, подбородчик в себя, грудная клетка понятая, по опыту самое сложное – это шею держать, потому что у нас здесь зажим у многих, шея, и из-за этого тоже поясница перегружается. И голова, она немножко так вот вперёд, и её важно вернуть обратно, то есть вернуть на своё место, чтобы мы жили своей головой, потому что если у нас вот здесь вот зажим, и мы вот так вот на себя что-то взваливаем, мы не живём своей головой, мы не можем вот свой путь в жизни найти. И если вы вот, не знаю, помните картины, как вот русские богатыри рисовали всегда, это же вот так, вот такая осанка, вот такой взгляд, то есть ни одного богатыря нет вот такого, вот с такой осанкой. То есть это всегда вот выстроенная ось. И вот когда мы выстроились, то суть походки в том, что нога ниже колена расслаблена полностью. То есть она вот толкнулась. Вот здесь вот она уже оторвана, и не нужно её напрягать. То есть она расслабилась. Дальше она полностью расслаблена, опускается такой мягкой подушечкой, и толкается следующая нога. Вот она толкнулась и расслабилась. Опустилась расслабленно. Эта толкнулась, расслабилась, опустилась. И вот таким образом мы начинаем ходить. Вначале будет непонятно, потому что вот эти вот зажимы в стопах из-за того, что мы ходим, вот примерно так сейчас утрировать может быть, но очень много таких хронических зажимов в стопах, в голени. Это не работает, вот этот сустав, из-за обуви там, из-за, опять же, невыстроенности позвоночника, из-за всего. Поэтому стопа, когда зажата, там не текут энергии, она не может поддерживать ногу хорошо, и, соответственно, все тело, оно не может опираться, и мы в ходьбе устаем. И поэтому вначале можно ходить вот так вот, немножко пробовать, лучше босиком прям попробовать, вот так вот подволакивая ногу, вот так, чтобы расслабить вот этот вот зажим хронический такой, мы его даже не замечаем. И мы вот так вот походили, вот так вот подволакивали ноги, дальше вот здесь вот расслабляется, пошла энергия течь, то есть энергия пошла по стопам, по коленям, дошла досюда, здесь центр выстраивается, пошла вверх позвоночник, позвоночник начинает выстраиваться, здесь шея выстраивается, сознание начинает расширяться, и тогда доходит суть. То есть, вот опять же, суть вот этой целительной практики, она не в понимании ума, она в опыте, она в чувствовании, она в переживании. Это можно сказать, что это некое расширенное состояние сознания, достаточно тонко чувствующее, и вот в этом расширенном состоянии тогда становятся понятны все ключи, внутренние ключи, ну, собственно говоря, о которых я тебе говорил. Поэтому целительная практика и здоровье — это, ну, не просто какие-то физические упражнения механические, это, можно сказать, это духовный путь. Потому что это касается всех сторон жизни, это касается и взаимоотношений. Потому что если у тебя не налажены взаимоотношения, то будет любой стресс, любой конфликт во взаимоотношениях, он вызывает мышечный спазм. Вот этот мышечный спазм, он автоматически возвращает эту боль, физическую же боль, да, вот физическое искажение, через искажение восприятия, оно возвращает опять во взаимоотношениях. Получается такой замкнутый круг. То есть нам тяжело, например, понять другого человека, понять какую-то другую точку зрения, если зажата шея. Потому что шея, голова — это вот широкая голова, мы смотрим головой, то есть это мир восприятия, мир восприятия, мы зрим. И вот эта наша способность смотреть, зрить, воспринимать жизнь с разных сторон, то есть такая гибкость восприятия, гибкость мышления, бесконфликтность, она связана напрямую с подвижностью шеи. И я не видел ни одного спора двух человек, когда у них выстроена шея. То есть всегда спор, какой-то конфликт — это шейный зажим. Шейный зажим, и мы начинаем что-то друг другу доказывать, о чём-то спорить. То есть это всё взаимосвязано, и поэтому здоровье — это такой вот духовный путь, который включает в себя и физическую практику, и питание, образ жизни, и взаимоотношения, и переживание чувств, и выстроение своего пути. То есть когда ты на своём пути, когда ты на своём предназначении находишься, тогда расправляется позвоночник. То есть если ты где-то кривишь душой, если где-то ты врёшь себе, врёшь другим, тогда позвоночник будет кривиться. Тогда вот эти мышечные напряжения, которые неизбежно возникают вот в этой кривде, не в правде, а в кривде, они уже провоцируют все вот эти вот заболевания, блокируют процесс регенерации и приводят, ну, собственно говоря, к тем проблемам, о которых Алексей перечислил как такие самые распространённые. Ну, вот, наверное, такие вот самые простые вещи, которые можно показать, как у нас со временем, я просто не знаю. Времени у нас для жизни много, для передачи мало. Я думаю, для первого раза ты дал достаточно много знаний, на мой взгляд, знаний, которые при правильном применении могут помочь человеку правильно жить. Поэтому лучше, как говорится, 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз. Поэтому я предлагаю нашу сегодняшнюю первую встречу уже заканчивать и планировать новые встречи, которые будут посвящены каким-то, может быть, более узким направлениям и будут помогать людям избавляться от многих проблем. В заключении у нас есть традиция что-либо пожелать, исходя из нашей темы, что-либо пожелать нашим зрителям и слушателям, чтобы как-то вот у них закрепилось в голове что-либо основное и прицел на какие-то благостные дела в жизни появился. Ну, что хочется пожелать? Во-первых, здоровье, оно начинается с намерения. То есть, если есть желание, то, в общем-то, никаких нет проблем, никаких препятствий. Дальше нужны правильные усилия. Вот эти усилия нужно прикладывать, они должны быть, не должны быть слишком сложные, они должны слишком напрягать. Они должны быть в удовольствии, чтобы можно было их делать долго. И действительно, лучше делать долго понемножку, чем там сразу и потом перестать это делать. Поэтому просто практикуйте, внедряйте вот эти простые такие привычки в повседневную жизнь, и это уже будет раскрывать очень много и решать какие-то проблемы. И налаживайте взаимоотношения, выстраивайте какие-то здоровые, такие открытые отношения с тем, кто вас окружает, потому что мы все являемся одним целым. Мы один живой организм. И вот это и есть путь здоровья. И вам желаю здоровья, любви, осознанности и открытия жизни в теле. Хорошо. Благодарю тебя, Александр. Напоминаю, что сегодня мы встречались с Александром Волосковым, инструктором по йоге, ведическим славянским практиком, практиком дыхания. Старше как тренера у Александра уже 15 лет. И тема у нас сегодня была «Здоровый позвоночник. Основа активного долголетия». На 7 я с вами прощаюсь. Напоминаю, что с вами был Народный славянский радио Алексей Орлов. Быть добру, услышимся и увидимся. Всех благ.